8 февраля около половины второго ночи на автодорожном мосту через реку Протока произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки двигаясь из Славинска-на-Кубани в сторону хутора Трудобельковского, превысил допустимую скорость движения и совершил наезд на силовое ограждение, перила моста и фонарный столб. Продолжение темы в репортаже моих коллег. В результате автокатастрофы машина упала в русло реки и утонула. В ней находились два человека, парень и девушка. Выжить никому не удалось. Есть видеозапись по системе «Поток», которая установлена перед мостом, где видно, что автомобиль проносится на большой скорости по встречной полосе, дальше не справляется с управлением и допускает столкновение с силовым ограждением моста. На протяжении всего дня 8 февраля проводились аварийные спасательные мероприятия на реке Протока. Сотрудники МЧС и водолазы работали на месте происшествия около пяти часов. Видимость, ничего не видно. Вообще, вода мутная, вообще ничего не видно. И много слишком коряг, закоряженное. Всё, что я могу сказать. К вечеру местонахождение автомобиля обнаружили. С помощью специализированной техники автомобиль и тела погибших были извлечены из реки. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел ОМВД России по Славянскому району проводит оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП. А также причин нахождения данных граждан в автомобиле. Уже назначено прохождение судмедэкспертизы, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа События.